Здравствуйте! Мне бы очень хотелось пообщаться с вами на тему, получив этот свежий опыт и увидев, что делают сверстники наших ребят, какие тенденции развития юношеского баскетбола в Европе, какие особенности мы замечаем, какие акценты мы замечаем у тренеров, скажем, прибалтийской школы, европейской школы, сербской школы. И речь пойдет в первую очередь не о технике, о каких-то глобальных аспектах игры, а о том, как наши дети реагируют на игровые ситуации, насколько хорошо они чувствуют пространство, какие упражнения мы можем на практике использовать, чтобы улучшить селекцию следующего действия, чтобы улучшить решение, улучшить понимание игры в целом, скажем так, сделать наших детей более культурными, касаемо баскетбола. И я построю свое занятие следующим образом. Мы будем продвигаться от простых базовых вещей один на ноль, и я думаю, что постараемся в контексте перехода от защиты к нападению, в контексте построения атаки, в контексте базовой тактической грамотности перейти, дойти до ситуации 3 на 3, если нам это удастся по времени. Таким образом, ключевой момент, ключевое отличие заключается в том, что игроки даже более молодого возраста, имея постоянный опыт игровой практики на хорошем уровне, намного быстрее ориентируются в игровых ситуациях. То есть получается, что смело принимают решение в тех моментах, где наши игроки не всегда способны решиться, просто потому что, возможно, у них эта картинка в голове еще не сложилась, и они чуть-чуть отстают в понимании, в восприятии, действуют через паузу, и тем самым теряют этот момент. Соотношение атак в быстром прорыве, в раннем нападении и позиционных атак у детских европейских команд примерно 7 к 3. То есть 7 атак сходу, и это не выглядит какой-то там кучей детей, несущихся на кольцо. Это с правильным пространством, это с верными расставленными акцентами, видно, что с детей это требуют, видно, что дети готовы к этим ситуациям и достаточно вариативно в этих ситуациях действуют. То есть им хватает и мастерства, и понимания на том уровне, на котором они играют. И это можно сказать и о маленьких, где-то там, я не знаю, там U12, U13, уже это просматривается, уже эта разница начинает формироваться. И о ребятах более старших, где уже баскетбол совсем на других скоростях, и где у наших ребят эти проблемы, на мой взгляд, максимально вылезают. И если дальше этот момент отпустить, и на ранней стадии не привязывать в тренировочном процессе обучение техники к игровым ситуациям, и не объяснять игрокам, что очень важно, визуализировать, например, защитника, понимать, как защитник будет действовать, почему мы делаем так, а не как иначе, и требовать. То есть не один раз там показать, и потом иногда вспоминать об этом в тренировке, а конкретно поставить себе задачу, спланировать свой процесс таким образом, чтобы в данном компоненте игры мы продвинулись, продвинулись поэтапно, усложняя свою работу, подали материал детям так, чтобы им это было понятно, чтобы они могли его воспринимать. Но не всегда получается. Я это вижу, и я это вижу в первую очередь по тому, какие решения принимают ребята даже на уровень финала первенства России, несмотря на возраст. Ну, чтобы долго не говорить, я буду в процессе еще какие-то вещи обозначать важные. Да, мы сейчас мальчишек попросим. Им придется сейчас побегать, потому что я хочу наполнить свое выступление с достаточно большим количеством упражнений, и подводящих, и основных. И вот так поэтапно будем двигаться вперед в программе. Ребята, давайте за лицевую линию становимся. Вся колонна становится. Первый игрок без мяча. Первый игрок без мяча. Иди сюда. Возьми, пожалуйста, меточки со стола. Значит, нет возможности говорить обо всем в целом. Да, мы возьмем какой-то определенный отрезок игры. Именно вот, ну, на мой взгляд, почему, где мы вот эту ниточку потеряли в переходе от детского неорганизованного баскетбола, именно в какое-то понимание, да, в какой-то спейсинг, в какой-то тайминг, и где вот эти подростки начнут в этих ситуациях ориентироваться. Ну, берем самую такую обыденную ситуацию, ситуацию первой передачи. Мы хотим, чтобы любая наша защита, или даже если мы пропустили мяч в свое кольцо, моментально оборачивалась контратакой в кольцо соперника. Мы сейчас рассмотрим несколько вариантов, как мы отрабатываем эти истории. И плюс ко всему я именно хочу проговорить акценты, почему мы в этих ситуациях хуже, нежели, там, скажем, наши сверстники из других более баскетбольно развитых стран. Значит, берем ситуацию первой передачи. Меточку сюда сдвигаем. Упражнения поточные для того, чтобы их можно было использовать активно в своей работе, даже как разминку. Да, для этого я некоторые упражнения упростил и подобрал в такой последовательности. Метку первую мне. Вот эту историю можете чуть сдвинуть сюда в площадку, чтобы первый игрок стоял на площадке. И второй. Все, все, все. Поставь. Значит, мы хотим, чтобы имитировать ситуацию, что наш игрок подобрал мяч, в этот момент, в момент его подбора, игрок, который отвечает, там, играет у вас на позиции первого номера, или отвечает за вывод мяча, начало организации атаки, должен отскочить в зону выше уровня линии штрафного броска, к боковой линии, сюда. Таким образом, что мы имеем? Если эта передача у нас осмысленная, отработанная, этот человек умеет правильно здесь читать ситуацию и быстро сюда отскакивать, а этот человек знает и настроен на то, что там, ну, первым делом нужно боковым, периферическим зрением поймать эту зону, стоили, стоили. Ну, мы сейчас говорим про сильную сторону мяча, где за центральной осью игрок обработал мяч, и смотрим развитие атаки. Самый быстрый способ. Быстрая, высокая передача боковой линии. Так, этой передачей, стоп, мы отсекаем всех тех, кто шел на наш щит, кого мы заблокировали, кто здесь боролся внутри, в краске, в трехсекундной зоне. Здесь мы рассматриваем, каким образом мы сюда отскакиваем, какую технику используем, там, перемещений, каким образом мы мяч обрабатываем, что мы при этом видим, понимаем, и как мы потом этот мяч там, и почему мы его двигаем туда таким образом. Что мы хотим? Бег в полоборота. Спринт. Отходи сюда. Сейчас будешь повторять. Мы хотим здесь, чтобы игрок научился бегать с развернутыми стопами вперед, бежать, но при этом умел поворачивать корпус и как можно дальше расширял свой угол периферического зрения, для того, чтобы в этой позиции, после спринта, коротким движением прийти в готовность к получению мяча. Заметьте, я не стою так. Бежал я так. В момент получения мяча я разворачиваю корпус и готовлю ноги. Движение из этого положения. Я могу и в середину двигаться, и быстро сработать с крестным шагом, в зависимости от того, какую информацию я получил по своему защитнику. Мы не можем отсюда начинать двигаться скачками. Мы хотим бежать и, перейдя в трехочковую, сделать короткое движение на получение, развернуть руки, самое главное осмотреться. И я запрещаю делать так. Мы хотим видеть, что там. Понимаете? Делать так и на входе получать мяч вот так, это одна и та же ситуация. Мы не хотим этой ситуации. Мы хотим отскочить высоко, видеть все и моментально принять решение о дриблинге вперед. Вот ты как защитник сюда иди. Иди сюда. Я тебя отблокировал. Ты нападал на это кольцо. Я тебя отблокировал. Убедился в том, что игрок мой подобрал мяч. И первым же движением пытаюсь развить атаку с помощью отскока и передачи по боковой линии, по сильной стороне. Давайте друг за другом. Сделайте там такую же колонну, ребятки. Ну, четверо, последних. Бегом. Первый без мяча. И давай, дружище. Эй, друг, не борись с ним за позицию, а беги туда. Там первый без мяча. Точно так же встали. Сейчас попробуем здесь сориентироваться с меточками, а там попробуем сделать то же самое в том же пространстве, но уже без маркеров, да, без дополнительной какой-то помощи. Сами будем за пространством смотреть. И последнее. Мы определили технику перемещения при открывании. Мы определили технику приема мяча и продвижения вперед сейчас. И мы хотим, чтобы игрок, двигаясь на ближний край счета по прямой, ну, это называется cost to cost, да, от побережья до побережья, шел и атаковал корзину. Мы не хотим никаких пробросов с руки на руку, мы не хотим никаких финтов, смен ритма. Мы хотим, чтобы он взял мяч и пошел. С плотным дриблингом, с плотным дриблингом, без смены руки. Запрещаем меня эту руку. Хотим, чтобы умел, понимал, что защитник будет здесь и умел вести мяч, контролируя ситуацию на площадке к своей цели до конца. Это понятно? Сейчас попробуем сделать. Давай. Давайте, на первую передачу. Поехали. Следующий. Давай, что стоишь? Эй, быстрее соображаем, ребята. Стоп. Пауза, пауза. Этого достаточно. Вернись на место. Вот уже здесь, уже здесь есть проблемы с коммуникацией. Сразу видно, да? Просто мальчишки, наверное, еще не совсем взрослые, да? И не очень опытные, поэтому эти проблемы будут постоянно нас преследовать сейчас по ходу занятия. Открываясь на передачу, нужно привлечь его внимание и показать, что ты готов этот пас принять и что ты его хочешь принять. Вы вместе строите эту передачу. Не потому, что тренер дал задание, и ты просто должен сюда прибежать в точку А и прибежать в точку Б. Мы не роботы. Мы потом эту ситуацию будем использовать в игре. И мы хотим, чтобы ты был, чтобы он знал, что ты готов принять мяч, чтобы ты бежал быстро, как в игре и заряжал ноги для следующего действия, и чтобы ты все видел. Эй, а у тебя уже передача, ты тоже следишь за ним. Бум! Это вовремя. Эй, он не должен ждать там или не надо пихать ему в спину. Нужно отдать в удобную позицию точную сильную передачу. Это можно сделать? Ну-ка давайте. Еще чуть-чуть. Поехали, поехали. Давай, 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 давай. Эй! За это отжиматься будем. Быстро, быстро. Стоп! Этого вполне достаточно. Ну, смысл в чем, ребят? Смотрите. Мы имеем тот же самый дриблинг по прямой, но мы уже имеем какой-то смысл. Да, мы уже имеем первую передачу, и мы акцентируем внимание на определенных вещах. То есть это не просто разминка с дриблингом. Она включает тот же дриблинг. Мы можем регламентировать вот эту часть. Дрибл, кросс, дрибл, атака. Дриблинг, смена ритма, атака. Хотите, ну, мы не хотим все равно уходить от скоростной работы. Работа над скоростным дриблингом, над контролем мяча на скорости, она должна быть постоянной. Она должна быть интересной, разнообразной, но она должна быть постоянной. Это еще один момент, в который мы действительно уступаем. Наши ребята привыкли играть на тех скоростях, на которых никто уже давно не играет. нельзя быть в зоне комфорта, так же быть таким же эффективным. Так не бывает. Если ты привык к какой-то интенсивной работе, понимаешь все время, все время держишь концентрацию, все время выкладываешься там, да, тогда потом спуститься вниз намного легче, нежели когда ты привык к джокингу, а нужно делать спринт. Другой пульс, другие ощущения, другое чувство мяча, совсем все другое. Поэтому мы хотим, чтобы даже там в каких-то разминченных упражнениях все равно были акценты. Это скоростной дриблинг, без смены руки, конкретное получение, готовность, мы останавливаем, возвращаем назад. Возвращаем назад до тех пор, пока мы не будем делать простые вещи хорошо. Далее, далее. Вот первая ситуация. Ты сейчас открывался, и вот смотрите, вот такой мальчишка, он в такие ситуации в игре вообще не попадает. Согласны? Ну, он высокий, он не такой сейчас шустрый, может быть позже начал заниматься, но это не значит, что он не должен знать, и зная это, ему намного будет легче ориентироваться потом в своей позиции и коммуницировать с этим партнером. Это все для всех одинаково. Сейчас границы между амплуа, они условные, это просто для организации, для дисциплины, скажем так, для уровня дозволенности игроков. Уже нет их, уже ведут все, мы дальше на этом будем очень внимательно останавливаться. Мы брали ситуацию, когда ты отскочил, когда ты отскочил, а твой защитник переживал за промах или еще что-то, был нерасторопен. И вот он, ты получил эту передачу, защитник на тебя двигается с этой стороны, дорога к кольцу открыта, верно? И мы хотим, чтобы ты не потерял ни секунды, то есть встань, как я. Если здесь, ну, чуть ближе, так же не бывает, стой, стой, стой. Если здесь, момент получения, я получу мяч, сделаю поворот, замах, все, можно заканчивать. Я хочу, чтобы игрок, оценивая ситуацию, в его конечности шел уже верный сигнал по принятию следующего действия. То есть здесь свободно. И я мало того, что, значит, этой ногой попытаюсь носок прижать и через нее пробросить, я буду это делать на уровне подсознания. То есть это не будет. Поэтому мы учим выбирать элемент в зависимости от ситуации и делать его четко. Например, ситуация, когда я отскочил, и игрок оказался, ну, давай как-то так, да? Опасно? Стой, стой, стой. Боязно, да? Тем более, если здесь еще будет стоять товарищ, который активно мешает. Мы знаем, если здесь свободно, мы отдаем. Если здесь так, мы пробиваем телом руку и делаем керу. Вход по кругу. Я начинаю, сменяю направление, начинаю движение. И чтобы меня остановить, вот этой руки недостаточно. Нужно поставить тело. Поэтому я второй опцией даю. Отскок, смена направления, ротация корпуса, дай мяч. И дрибл. В ту сторону. Вот сейчас будете делать это. Понятно? И смотрите, в чем здесь фишка. Смотри. Пауза. Открывая сюда и готовя к следующему действию, давай. Я готов принять мяч. Впоследствии, впоследствии, я буду в каких-то заданиях разменьшить, говорить ему, ты можешь отдать. А можешь показать. Это тоже элемент коммуникации. Мы можем потом как-то двигаться в этом направлении. Понимаете, о чем я говорю? Далее. То есть, отскок, смена направления, вход, момент приема мяча. Обработка мяча в движении. Это отдельный элемент. Ни в коем случае здесь нельзя использовать остановки. Мы хотим в движении принять мяч двумя руками и просто погасить его скорость, опустив его двумя руками в пол. И тем самым, не потеряв скорость, и дальше точно так же, уже визуализируя защитника с этой стороны, пытаемся дальней рукой тащить мяч на полной скорости и представляем, что здесь нас пытаются догнать. Понятно? Ну, давай попробуем. То же самое, да? Пас не надо. Должен быть финн. Керл, пум. Понятно? Поехали. Быстро. Керл. Быстрее двигайся. Следующий пошел. Что стоим? Быстрее двигаться. Стоп. Опять же, я не буду вдаваться в детали и вот эту часть вам расписывать, как они тут должны завершать. Это уже ваш простор для вашей фантазии. Идея не должна потеряться. Мы должны уметь на полной скорости, без смены руки, плотным дриблингом выходить за центральную линию, по возможности, без остановки. Мы должны делать это быстро, агрессивно, умело и уверенно. Это понятно? Теперь возвращайся назад быстрее. И все равно, посмотрите, в каком темпе мальчишки тренируются. Вот вроде как было сказано, да, мы сидим тут, принимаем, я тут все стоял перед ними, там рассказывал, распинался. И все, и джокинг, джокинг. Это на всех уровнях. Нету работы, нету скорости. Можно сократить время, но интенсивность должна быть все равно. Пускай на первом этапе будет больше коррекции, но должна быть интенсивность. Сейчас ты будешь выскакивать, иди сюда, защитник. Ты будешь выскакивать, открывать, открываться. Защитник начинает делать керл, начинает делать движение, и защитник на это движение агрессивно реагирует. Перекрывает, не пускает тебя, не дает тебе входить под мяч. И вот здесь мы используем бэкдор. И этот игрок уже начинает ориентироваться и понимать. Он, подбирая мяч здесь в игре, он оценивает ситуацию еще в момент приземления. И он видит просто разогнуть руку, убедить и отдать, или вообще отказаться от этой передачи. Почему мы используем короткий бэкдор, короткий переброс? Многие вот сюда пытаются отодвинуть, потом начинают здесь метаться вправо-влево, и вот здесь эта передача ненадежная и неточная. Мы хотим надежно и точно. Здесь короткая передача, здесь еще более короткая передача. И если на этом входе, меня агрессивно, здесь короткий переброс, который 9 раз из 10 сработает. И мы говорим, да, мы делаем здесь короткий переброс. Сможем? Что? Отскок. Ну-ка давай, медленно. Начало входа сюда, под мяч. Нет. Вот видите, визуализация защитника. Он ходит сквозь защитника. Нет. Ты здесь открывался, я сижу. Начинай входить. Ну, быстрее. Стоп. И опять. Смотри. Нет. Туда. Понимаешь? Ну, давай. Давай, давай, давай. Поехали. Пошел, давай, поехали. На мяч. За спину. Быстрее пошел. Попросил. На мяч. За спину. Быстрее. Попросил. На мяч. Попросил. Закрыто. На мяч. Попросил. Открыто. Открыто. Стоп. Вот, смотрите. Поймал двух. Мальчик, пока я, в принципе, их можно просто друг на друга поставить и любоваться ими. Ну, потому что нет вот этого мышления оперативного. И пофигу какой ты. Хоть трехметровый. Что было? Ты открывался. Я был здесь. Получить здесь и повезти сюда можно? Да? Посмотри на меня. Я думаю, что нет. Как нужно предложить себя? Все. Уверенно получить мяч и пойти. Потому что ситуация была такая. И не надо ничего выдумывать. Он не может прочитать твои мысли. Он знает, что ты будешь здесь. Как только он подобрал. Он знает, что если здесь закрыто, ты пробьешь эту защиту и пойдешь на мяч. Ну, если уже и здесь закрыто, друг. Ну, тут сам Бог велел сделать правильно. Понял? Можешь спуститься, инвиз? Ну, давай. Отскочи. Быстро. Мяч. Ну, чего? Стоп. Этого достаточно. Сюда на эту линию, мальчишки. Быстрее. Казалось бы, да? Ерундой какой-то занимаемся. И не совсем у нас получается сообразить. Без мяча первый. Сюда. Так же. Давай, давай, давай. Второй. По центральную линию. Я на английском? Один. Без мяча. На центральную линию. Перезагрузись, пожалуйста. Повернись боком. Так, нужен мелкий. Кто самый быстрый, шустый? Иди. Поменяй его. Скажи ему, что надо в конец колонны прийти. Где его поменять? Без мяча. Вот, смотрите. Дальше. Мы пытаемся развивать атаку. Мы хотим оставить первую часть. Мы прогнали там все варианты, какие нам интересны. Коротко там по 5 минут, по 4 минутки, чтобы они пробегались, простучали этот мяч. Где-то там пару раз остановили. Сделали коррекцию. Интенсивность нормальная. Дальше. Отскакивай первый без мяча. Первый без мяча. Давай. Чего? Только что делал. Стоп. Мы хотим первую передачу. Давай. Куда ты? Дай мяч. Еще один маленький нужен. Кто сообразительный? Иди сюда. Мы хотим первую передачу. И мы хотим в момент, до получения мяча обязательно периферическим зрением, чуть и туда. Мы хотим до получения мяча обязательно в полоборота, боковым зрением увидеть его. Иначе мы не сможем узнать, что он там. Понимаешь? Поэтому, отбегая сюда, отбегая сюда, вот здесь я, давай, я хочу сразу двинуть мяч вперед и заместить его позицию. Здесь быть связующим звеном. Это вторая передача по сильной стороне. Она тоже достаточно часто и эффективно используется. Пока защитники, скажем так, тяжелые, большие игроки или, может быть, там не очень подготовленные. Чаще всего после забитого мяча возвращаются ближе к центральному коридору. И мы имеем возможность быстро по боковой линии продвинуть мяч вперед. И тем самым там получить ситуацию выхода на пустое кольцо или численное преимущество. Это вот наша вторая передача. Опять же, там мы можем регламентировать технические элементы, которые мы используем. Там у нас будет смена ритма, там дриблинг до конца и так далее. Хорошо, с этим разобрались. Давайте чуть поменяем. Сейчас вот перейдем к главному отличию. Почему мы имеем в переходе 12-15 очков, а там Греция имеет в переходе 28-32 в среднем. В чем отличие? Назад все быстро. Становимся в две колонны. Быстро. Вторая колонна там, на боковую. Та колонна с мячами. Стоп! Эй! Еще раз. Внимательно слушаем тренера. Боковая линия, половина игроков. С мячами. Вторая боковая линия, половина игроков. Пополам делить умеешь? Парни, придите в себя чуть-чуть. Для маленьких детей можно здесь маркеры поставить, то есть фишки какие-нибудь, неважно. Вот я думаю, что с их возраста нужно пространство чувствовать. Первый. У вас у всех мячи, кроме первого? Кроме первого. Смотрите, ребят, в командах, скажем так, которые по сравнению с нами выглядят выгоднее в плане вот этого компонента игры, установка четвертых и пятых номеров, но если это там не 2-15, стараться принять решение о следующем действии, либо сориентироваться до подбора, либо в момент подбора. И эта передача, он не стоит и не ждет ее, вышагивает на месте и потом отдает из рук. Если этой передачи нет, он ведет мяч сразу. Сам. Ведет отсюда. По диагонали из трехсекундной зоны. Игроки все реагируют на его действия, где кто-то ускорение по боковой делает, маленький подмяч подстраивается, и у него через секунду открывается уже более комфортный угол для передачи, для того, чтобы этот мяч все-таки двинуть вперед. То есть мы половину своих прорывов теряем, потому что у нас большие ребята, подобрав мяч, они боятся этого делать. Они боятся сделать удар. Им кричит тренер с детства, не веди в кучу, куда ты повел, куда ты опустил голову. Да, когда он взрослый, когда он маленький, он хватает этот мяч, опускает голову и пытается здесь что-то стучать. Нет. Мы хотим другой момент. Мы хотим не запрещать им это, а культивировать это. Не то что разрешать, а требовать от них этого. Именно вот в этих таких ситуационных моментах коротких, которые мы, в общем-то, пытаемся сейчас показать. Что я сейчас хочу увидеть? Ты двигаешься, вы можете чуть повыше встать, ты двигаешься в зону сюда, а ты с дриблингом точно так же выходишь, ну, на средний усик вот сюда. Давай быстрее. Эй, ну давай, вы что, спите, что ли? Стой на месте. Видишь, куда он пришел? Так. Я хочу, чтобы ты отдал передачу через щит ему сюда. И хочу, чтобы ты, ты был готов к подбору мяча, не просто пришел сюда и ждал, пока мяч упадет на пол, а видя, ну, примерно понимая, как мяч отскочит от щита, в какую сторону, ты на готовых ногах подстраивался в эту позицию и в момент отскока попытался прыгнуть и повыше его забрать. Ну, прыгнуть наверх за мячом, прыгнуть, ну, чего вы, подбор такой сделать, как делают мужики, давай, пас, бум, хорошо, класс, стой, давай, берем эту ситуацию. Ты сейчас забрал мяч, на какие ножки ты приземлился? Так, если ты отблокировал игрока, поймал его на спину здесь, мы еще к этому моменту вернемся, с какой стороны у тебя свободно? С этой, 100%, а может быть, с этой, да? В зависимости от того, как ты. Вот сейчас ты будешь подбирать мяч лицом к щиту и сразу же в момент подбора мяча делать удар по диагонали вот этой ногой, быстро, да, прямо на скачке, приземлился и пошел. И тащить мяч на дальний край щита, по прямой забивать его. Ну, уверен, что левый. Следующий игрок отдаст пас в щит и ты сделаешь то же самое. Мы делаем передний пивот. Я хочу, чтобы ты представлял, что ты здесь игрока поймал на спину, подобрал и тут же пули и выскочил из трехсекундной зоны. Хорошо? Давай, попробуем. Давай, давай, быстрее. Уже начал, уже начал. Приготовился. Уже начал. Уже начал. Пас. Плотно. Подбор. Спринт. Давай, подбирай. Стоп, стоп. Посмотрите за моторикой, парни. Он, да, он большой, у него есть специфика в развитии, то есть он там более поздний. Ну, блин, он не пытается даже бежать. Вот он сейчас мяч вот здесь вот так вот взял, вот сюда сделал два удара, сразу перевел на удобную ему руку и вот в таком темпе почесал. Нет вариантов так тренироваться. Ты не такой, ты ничем не хуже и не слабее здесь всех присутствующих. Если ты сейчас будешь сконцентрирован на том, что я прошу и, подобрав мяч, поставишь ноги шире и быстро отсюда нажмешь на него и попытаешься с этой рукой, с дриблингом пройти до самого счета на той скорости, на которой ты можешь бежать быстро, но не потеряешь мяч. Хорошо? Ну-ка давай. Быстро, быстро. Стоп. Видите? Куда он побежал? Он сейчас, подобрав мяч, должен был сделать скрестный шаг и пойти по диагонали на дальние края счета. Недостаточно объяснений. Представьте, что творится у игроков этого возраста в голове и насколько нужно быть к ним требовательным, чтобы чего-то от них добиться. Даже вот здесь перед всеми вами стоя и слушая 5 секунд назад в течение минуты объяснения, первый сделал так, а второй сделал так. Дело в том, что большинство тренеров, они вроде как, для них этот темп уже привычный, они не напрягают их здесь. Или если они дают им интенсивность, то она, как правило, не очень содержательная, это просто беготня. Вот нужно попробовать детализировать процесс, и его можно подать им интересно, я вас уверяю, и разнообразно, и интересно, но детализировать его в такой степени, чтобы для них эти правила были само собой разумеющимися. И культивировать внутри своей команды, ну скажем так, ну не респекты, наверное, как назвать правильно, правильно расставить ценности. То, что если игрок видит свободного и тут же двигает туда мяч, это крутой игрок. Не тот игрок, который потом забьет пустое кольцо, а тот, кто создал эту ситуацию и не остановил мяч, и дал развитие атаки. Это игрок, который готов быть игровиком, а не роботом, который умеет делать трибл, пас, бросок, 90 и 100 забивает, а потом уходит на площадку и не может найти ситуацию для броска. С этим понятно? Давайте следующее движение, не будем на этом останавливаться, пас отдай ему в щит. Задний пивот, задний пивот. Та же история. Ты заходишь сюда, ты заходишь сюда, держишь меня на спине, представляем, летит мяч, я пытаюсь с этой стороны у тебя. Что сейчас будет? Вот с геей я стою. Нет, не так. Не так. Встань. Да, атака. И спринт. Можешь? Ну давай, нет. Какой рукой будешь делать удар? Ну левый, конечно. Ну, да не надо делать поворот. Возьми мяч. Приземлись на две ноги, приземлись. Шагни этой ногой и той рукой. И погнал туда. Давай, 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 пошел. Быстро, пас. Ну-ка, выпрыгнул высоко. Задний пивот. Пошел. Пас. Жестко. Подбор. Прыгай на мяч. Подбор. Задний пивот. Стоп. Стоп назад. Эй. Стоп. Ты чего, друг, я с микрофоном? Ну-ка, быстро назад. Задний пивот. Ты где подобрал мяч? Ну, мы до этого рассматривали ситуацию, когда игрок с этой стороны. И ты куда вел? Сейчас мы поменяли задание. Ты подобрал игрок здесь. Ну, что изменилось? А если тренер тебе скажет, там добавь перевод, а там измени завершение, у тебя вообще все перемешается. Сейчас сделаешь задний пивот. После скоростной дриблинг, после центра сделаешь перевод и завершишь через остановку на две ноги. Понял? Давай. Все, подобрал, подобрал. Быстро. Спринт, спринт, спринт. Перевод. На две ноги. Вот. Вот сейчас он старается. А до этого он просто вышел и не знал, что делать. Хорошо, проехали с этим. Это все ясно и понятно. Задний, передний. Теперь дальше. Один без мяча на боковую, быстро. Один без мяча на боковую. Остальные так же. Эй, пошел. Стой, стой, стой. 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 Девятый номер. Иди сюда. Ты без мяча здесь. Мяч убери. Смотрите, мужики. Сейчас будет то же самое, но с дальнейшей возможностью вырваться на свободу из этой гущи, из борьбы. Вырваться на свободу коротким дриблингом и двинуть мяч вперед. Хорошо? То есть отдавай ему передачу через щит. Подбор. Стоп. Опять возвращаемся к переднему пивоту. Где он? Неа. Не-не-не. Вернись. Мы хотим, чтобы ты сейчас туда повел. Этой ногой, этой рукой. На полной скорости. У тебя есть два удара. Максимально быстрых и плотных. И здесь в движении пас ему и на его место. Понял? Ну-ка давай. Бам, бам. Пас. Пас быстро. На его место. Пошел следующий. Что стоим? Передний пивот. Ребятки, внимательней. Быстро. Что стоишь? Что стоишь? Быстрее. 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 Смотри. Стоп. Для вот этих мальчишек, вот эти вещи, они их не понимают. Они не плохие, они отличные. Но посмотрите, один стоит на линии. Плохое пространство. Дальше. Когда ты там подбирал? Подбери мяч. Ты, 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 ты. Нет. Ты подбирал, мне будешь давать. Давай. Вот смотрите, когда он здесь, я где? Я прошу мяч. Мы с ним будем сейчас играть. Я не просто стою здесь, жду, когда там что-то прилетит ко мне. Я готов. Ты тащишь, и я включаюсь. Перебрасывай. Все. Понимаешь? Это нужно. Здесь определенная ситуация. Здесь задание тренера, смена ритма. Скоростной дриблинг, кросс там, или все что угодно. Это понятно? Пробуем дальше. Давай. Забить просто мяч. Быстро, быстро, быстро. Быстро. Дриббл. Ну, ну, ну. Тайминг. Смотрим друг на друга. Не той рукой дриблинг начал. Нет. Стоп. И вот смотрите, мы концентрируемся на определенной вещи. Я сказал, что мы сейчас работаем выход, начало быстрого прорыва дриблингом. И все. На три минуты хватило. Мало того, что я сделал кучу коррекции здесь. Человек сейчас взял, просто передачу отдал. Где? Че? В каком пространстве? Он может быть неопытным, но насколько он будет грамотный, зависит в первую очередь от вас, от нас, от тех людей, которые пытаются донести ему информацию и делают свою работу систематизированной. Любая система, она даже не очень эффективная, она лучше отсутствия системы. И сейчас очень много, я чуть-чуть отступлю там на заданную тему, сейчас очень много тренеров по индивидуальной подготовке появилось, это там веяние пришло к нам с западом. Это класс, это хорошо для детей, но прокачивать скиллы нужно в свободное время, а в течение сезона нужно прокачивать скиллы через призму понимания игры. Очень много должно быть численных преимуществ, очень много вариантов начала развития атаки, чтобы они чувствовали себя в этих ситуациях, как рыба в воде. В этом основная проблема. Даже сейчас я прошу просто сделать определенный пивот, сказал про частоту ударов, сказал про готовность приема, сказал про плотность передачи. Все, они, ну блин, я не знаю, я бы, наверное, просто вышел из зала, ушел бы, закрыл дверь от такого выполнения, и пусть бы они хотя бы додумались, из-за чего тренер это сделал. Ладно, это детали. Они просто маленькие. Стоп. Здесь понятно более-менее? Теперь берем ситуацию. Теперь берем ситуацию. Может быть передача сразу, верно? А может быть передача после более долгого дриблинга. И этому игроку тоже надо действовать определенным образом. Он не бросил тебя там одного и не убежал сразу к себе в позицию для комбинации. Он пытался помогать тебе двигать мяч вперед. Но этой возможности не было. Двигайся. Вот теперь я хочу, стоп, чтобы ты двигался до тех пор, ну до центральной линии примерно, а ты двигался за шиворот по широкой дуге, стоп, был готов повернуть корпус, принять мяч, рассчитай, пожалуйста, точность и силу передачи, чтобы он сделал безударную атаку. Сможешь? Куда примерно мяч должен будет идти? Секунду. Ну, наверное, где-то здесь твоя передача должна с ним встретиться, да? Верно? Чтобы он по дуге под первый шаг поймал и забил мяч. Давайте то же самое с передачей на безударную атаку. Ну? Поехали. Стоп. Стоп. Назад. Назад. Окей. Поменяем на задний пивот. Хорошо. Если вам мы передний пивот показали, давай, делай то же самое. То, что ты сейчас сделал, приземлился, приземлись, сделай задний пивот. Да, и пошел с дриблингом. Ищи безударную, ищи передачу, быстрее! Видите, что происходит? Ну давай, беги, а? Ну-ка назад, давай, покажи, друг. Не надо переживать и стесняться, никто от тебя не требует. Сделай четко. Побежал, спринт! Ищи передачу. Забрасывай, быстрее уже! Так. Вот мы просмотрели еще один вариант. Да, который может быть в этом упражнении. И пока те ребята делают, этот товарищ может занять эту позицию. И точно так же с самого начала искать коммуникацию, бежать за шиворот, если нужно там через блок-аут открываться и так дальше, и так дальше, и так дальше. Если хотите, если у вас, ну, здесь, скажем, 10 человек, на треневках обычно 18. Если игроки поняли смысл, если игроки вы не останавливаете, как я сейчас через каждую, там, 30 секунд на коррекцию, в принципе, интенсивность тоже неплохая получается. Они, этот круг замыкается, и они пока за боковой возвращаются, вы успеваете практически, их очередь подходит. И вот здесь за боковыми линиями, у кого есть место, можно дать, ну, какие-то элементы дриблингов, разминки, там, то, что вот Ваня показывал, всякие переводы, и так дальше, и так дальше, то есть дополнительно использовать это пространство для эффективности работы. Но это возможно только в том случае, если игроки вот в этих ситуациях уже ориентируются. Мы не хотим сбивать их и накидать им побольше, а в итоге не получить ничего. Мы хотим конкретные вещи, мы хотим, чтобы они сейчас сконцентрировали свое внимание на получении, на подборе, на переходе, на коммуникации. Это понятно? Ладно, давайте так тогда сделаем сейчас, чуть-чуть усложним это задание. Нет, нет, мы, наверное, сделаем по-другому. Я сейчас хочу из этих позиций дать несколько вариантов игры один на один, когда мы уже более-менее поняли, что мы делаем, почему мы так делаем. Мы хотим, чтобы игрок освоился, чтобы он здесь увереннее получал, увереннее читал этого защитника, и увереннее, не боясь потерять мяч, двигался к кольцу. Хорошо? Ну, самый простой берем. Вот на этом остановились, с этого и начнем. Идите сюда, сюда идите. Колона с мячами, колона без мячей. Колона с мячами, колона без мячей. Туда лицом, за центральную линию, туда лицом, за центральную линию. Эй, стойте на месте. Все. Два колпачка больших. Два колпачка больших сюда. Давай четыре даже, четыре. Мы сейчас эту ситуацию будем моделировать. И конкретному парню скажем, ты должен делать так и никак иначе. У тебя нет задачи любой ценой забить мяч. У тебя есть задача не остановиться. У тебя есть задача не растерять преимущество. Сначала прочитать это преимущество, а потом не растерять. Вот мы ставим одному парню метку. Эти метки можно ставить на любой удаленности от кольца. Вот и отрабатываем первый упор, прям там это делаем. Отрабатываем вторую, на чем сейчас остановились, здесь это делаем. Поэтому здесь, ну нет, вам ставим чуть выше. Давай. И мы хотим, чтобы ваша передача, сядь в стойку. Ваша передача прошла выше уровня стоек. Сюда. Понял? Нельзя давать сюда. Надо повторять. Нет? Передача здесь будет идти? Хорошо. Теперь, после этой передачи, хороший, плотный, да, такой, ты побежишь по кратчайшей, пытаться остановить этого игрока. Пересечь его линию от мяча до кольца, остановить его. Я сейчас не говорю там про какие-то нюансы в защите, закрыть середину, там еще что-то. Нет, я просто моделирую игровую ситуацию, в которой мы можем, насколько вы будете детализировать элементы защиты или элементы нападения, тоже зависит от уровня продвинутости ваших учеников. А здесь я хочу эту... Ну-ка, сядь, ты приготовься. Как мы сейчас мяч принимали? Покажи. Ноги шире поставь. Разверни стопы. Ты же сейчас туда побежишь? Ну, так зачем? Как ты так побежишь? Приготовь ноги, разверни стопы. Вот твое преимущество. Смотри, пока летит мяч, он уже здесь. Видишь линия от мяча до кольца? Вот я сейчас эту дверь захлопну. А ты должен успеть проскочить. Сможешь? Давай. Давай, оп. Спринт. Стоп. Хорошо. Мы не будем долго на этом топтаться. Я скажу лишь одно. Вот эта передача сверху, она дает нормальный тайминг для того, чтобы у игрока было, скажем, секунда преимущества. И мы говорим, парень, ты можешь сделать все, что угодно. Пусть мяч попадет в ногу, улетит в аут. Пусть будет промах. Но ты должен добраться как можно глубже до кольца и не дать этому парню встать на твоем пути. Где ты можешь потерять свои секунды? Свои там драгоценные доли секунд. В момент приема. Не готов. Ноги прямые, пока согнешь. В момент получения. Да, я говорил. Все, нет. И пошел туда. Мы этот элемент тренировали, разговаривали о нем там, да? И теперь, когда он бежит, самый важный момент. Тоже с этим столкнулись. Уровень агрессии игры один на один. Это касается защиты нападений. Но так как мы говорим про нападение, я в контексте нападения скажу. Вот при сближении большинство мальчишек не пытаются сами искать контакт и сжать на этот мяч плотнее. А притормаживают, либо останавливаются, либо дают на себя давить, отдают инициативу этому игроку. Мы хотим ограничить количество ударов, требовать скорости, требовать, блин, цепкости. Вот каких-то любых эпитетов, которые пока объяснят ему, что он должен как кошка сесть вниз и как пуля выстрелить. Вот с таким дриблингом, с каким хочешь. Добеги до кольца и положи мяч в кольцо. Три, два, один. Выиграет твоя команда или нет? Понял? Ну-ка давай. Пас! Спринт! Спринт! Контакт! Видите как? Ну, нет, все нормально. Класс, ты молодец, ты делал установку и у тебя не получилось. Это моя ошибка, это не твоя ошибка. И смотрите, что дальше. Дриблинг в контакте – одно из слабых мест. И самая большая проблема – вариативность завершений. Наши парни привыкли атаковать на два шага. На два, извините меня, долбанных шага. И неважно что. Контакт, третий стоит там. Выходит подстраховка, он идет туда на два шага. Мы должны научиться идти глубоко и агрессивно и останавливаться. Для вот этих всех передач, которые вчера показывал Акцепетров, все эти ротации, я не хочу в дебри лезть, я хочу сконцентрироваться именно на этих вещах. Это для нас важно. Чтобы дети осмысленно шли и сколько раз ты добрался туда, столько ты получил очков. Не важно сколько забил. А если ты туда добрался и еще и забил, браво, ты молодец. Это понятно? Ну и такая же тоже история. Они там сто кольцо, эти в это. Достаточно хорошая динамика. Там 3-5 попыток, стоп. Ребята, общие ошибки. Такие-то, такие-то, такие-то. Давайте их разберем. Они отдышались и погнали. Еще сет сыграли. Еще там 3-5 минут. Этого достаточно в этой истории. Теперь смотрите. Давайте сдвинем. Это в основном для понимания, для того, чтобы научиться правильно расставлять акценты. Сдвигайтесь сюда, ребята. Вот здесь у нас будет колонна. Здесь будет колонна. Дай. Здесь будет, предположим, вот так, высоко. Одни ворота. И здесь поставим вторые. Я хочу, чтобы сейчас все стали в колонну в одну с мячами. Один человек встал сюда. Сюда, сюда, сюда. И второй человек. Иди сюда. И второй человек встал сюда. Что мы хотим из этой ситуации? У нас есть центр. Голова, колонна. Ну, если у нас, скажем, на тренировке, пусть даже там 18 человек. 9 и 9. Вполне нормально. Достаточно быстро они будут меняться. Пока будут возвращаться. Там 2-3 человека. Интенсивность может быть в этом упражнении хорошая. Если у тебя там на тренировке 14 человек, супер. Все. Годится. Я хочу, чтобы этот игрок сейчас выбежал в любые из этих ворот. В эти или в эти. Оставаясь в полоборота к мячу. В полоборота к мячу. И выбегая, проходя эту стойку, сделал задний пивот. И на скачке развернулся. Лицом. Туда. Это понятно? Ты защитник. Или давай. Ну, давай. Ты защитник. Ты не имеешь права перехватывать передачу. Ты должен будешь остановить меня, когда я начну обыгрыш. Я не буду, опять же, акцентированно говорить, что он должен делать. Это другой тренер должен рассказывать в уроке про защиту. Я хочу там как можно больше дать информации к размышлению именно в контексте нападений, обучения игры 1 на 1, агрессивной, понимания игровых ситуаций. Я, получая мяч, сейчас через задний пивот, обязан пробросить мяч вперед со скрестным шагом. И вот в тот момент, когда я сделал удар, только тогда начинается твоя защита. Она агрессивная. Ты не уступчивый. У тебя есть там, да? Здесь твоя команда, там твоя фамилия. И ты, вот ты такой. Тебя не так просто пройти, понял? Дальше. Победитель этой истории. Кто из вас выиграл? Либо ты забьешь ему. Одна попытка, без подбора. Либо ты отобьешься. Пулей выбегает в любые ворота, также через задний пивот. А тот, кто пасовал, выходит сюда в защиту. Следующий отдает и так дальше. Отсюда все время в защиту. Оттуда проигравший в конец колонны. А победитель в нападении. Давай попробуем. Опять в любые ворота выскакиваешь и опять играешь. Не забил, забираешь мяч, идешь в конец колонны. Давай пробуем. Выскакивай. Разворот. Стоп. Пауза. Хорошо. Вернись. Вот этот момент нам нужен. Давай. Первое. Действие не должно быть вялым. Здесь нельзя просто так. Здесь нужно сделать пуш-степ. То есть я должен оттолкнуться и выбросить задницу назад, чтобы грудь спустилась вниз, чтобы был баланс. Я хочу так. Здесь. Второй момент. Играть отсюда из стойки или играть отсюда с дриблинга. По ощущениям, ребята, разные вещи. Это земля и небо. И это отдельное упражнение. И мы хотим в этой ситуации именно игры с дриблинга. Чтобы игрок, уже не имея возможности быть с мячом в руках, лишив его преимущества первого шага, учили, как ему раскрыться, где сменить ритм, где какую ротацию корпуса сделать. То есть я выбежал. Давай. И я пошел. Вот здесь сейчас будет игра. Или я сменю ритм, пойду дальше. Или если он пятится, я здесь могу подхватить и пробить в кольцо. Я читаю этого защитника. Я не хочу играть с места. Я хочу выхватывать здесь мяч и вот здесь с ним разбираться, как он дальше будет и куда он будет играть. То же самое там. С другой стороны, с левой. Понятно? Пробуем. Давай. Быстрее. Спринт. Поворот. Пас. Дрибл. Иди в защиту уже. Боксаут. Все, все. Не трогай мяч. Побежал в ворота. Стоп. Друг. Ворота. Ворота. Видишь? Задний пивот. Понимаешь? Побежал в ворота. Пас. Подбор. Быстро, быстро. Пошел защитник. Эй! Стоп. Один бросок. Уже ты бежишь в другую сторону. Побежал. Задний пивот. Ищи обыгрыш. Боксаут. Подбор. Не трогай. Все, побежал. Забирай мяч иди. Задний пивот. Стоп. Стоп. Задний пивот. Не хочу, чтобы игрок поворачивался к мячу спиной. Бегу быстро. Делаю пуш-степ. Готовлю тело к приему. И пробрасываю мяч по боковой. Это обязательные элементы. Дальше твоя импровизация. Давай. Быстро. Стоп. Назад. Как сделать его задний? Ну ты пас куда даешь? Он так сядет на эту стойку. Неприятно ему будет. Давай быстро. Сприт. Пас. Агрессия. Стоп. И вот видите. Пять игроков сделала. Все пять бросили. Все пять бросили. Я специально не останавливал на этом. Это их уровень. Они делают то, что легче. Ну что, этот пятится. Никакой агрессии. А этот шмаляет. А потом они оба считают звезды. Это не они. Это все так делают у нас. В этом основная проблема, ребята. Мы должны пытаться улучшить культуру понимания, улучшить более детализировать акценты именно в таких, казалось бы, простых вещах. Во-первых, на мой взгляд, ну может быть, ребята чуть растерялись. Там какой-то дядь, когда у них что-то там кричит в микрофон. Но тем не менее, им уже достаточно лет. У них в этом году первое первенство России. Они должны в этих ситуациях ориентироваться лучше. Чувствовать себя уверенно. Знать, что тренер разрешает в этих ситуациях ошибаться, если вы делаете все правильно. Мы не придем, ну я скажу так, мы не придем к тому, что наша команда будет делать 10-12 потерь. Она в самом будет делать 20. Нас интересует качество потерь. Либо это, извините меня, тупизм, когда там в троих залезает и там через них бросает. Или там не видит свободного партнера. Либо это попытка там организовать быстрый прорыв, и там передача, мяч соскочил и улетел в аут. Да блин, это хорошая потеря, качественная. А это неправильно, это плохо. Потерю и там, и там в протокол запишут. Но вы как тренер должны понимать, что ваша команда из 20 потерь дурных делает, ну, 4. Блин, браво вам. 20 потерь никто не отменит. Качество потерь важно. Дальше, ладно, это понятно, да, здесь постоянная игра. Победитель все время в игре. Хорошо нападаешь, можешь 10 раз подряд. Вот не всех их взрючить по очереди. Понимаешь? Плохо нападаешь, разочек нос показал, встал в конец колонны. С этим понятно. Дальше, следующая история. Ну, предположим, еще какие акценты могут быть. Давай, здесь колонна, все с мячами. Вот туда один игрок, быстро, без мяча. И сюда один игрок. Слышишь, я говорю, один. Сюда. Один защита. Что мы сейчас хотим? Что мы сейчас хотим? Мы хотим, казалось бы, игру из той же точки. Но совершенно другие требования, совершенно другие акценты. Мы хотим, чтобы вот этот парняка сейчас встал в защитную позицию так, как ты ее понимаешь. Чтобы вот этот парень не получил мяч. Ну, все, стой, стой, как тебе удобно. Да, можешь ближе, можешь дальше. Как ты считаешь нужным? Вот его позиция. Ну, возьмем ее за правильную. Да, хотя сейчас есть несколько вариантов. Там сейчас играют открытую стойку в одной передаче для того, чтобы делать фейкнбэк. Или возвращаться в кузаут. Или препятствовать входу. И есть такая теория, что играя в закрытой стойке, можно только тогда, когда у него нет дриблинга. Тогда мы хотим надавить на передачу и разрубить передачу с двух сторон. Во всех остальных случаях мы должны исключить возможность входа перед нами. Мы должны при обыгрыше, иди сюда. Но ноги наши уже заряжены сюда в кузаут. Это фейкнбэк называется. Мы не поворачиваемся сюда страховать, делаем короткое движение. И мы должны понимать, что эта позиция, она в принципе позволяет и передачу контролировать. То есть, если я не боюсь играть ее высоко, она дает возможность контролировать линию передачи. Мы хотим, чтобы ты показал ему, кто в доме хозяин. Чтобы он не чувствовался особо. А здесь мы хотим, чтобы ты оценил ситуацию верно. Если он не успевает сюда, то получил мяч и обыграл его из стойки с финтами. Не из дриблинга, да? А если он успел, то ты агрессивно атаковал его. Попытался сделать блок-аут или поменять направление. Я не буду детализировать. Делай, как считаешь нужно. Дальше. Кто из вас проиграл? Пулей бежит защищаться с тем парнем. Пока тот, кто из вас выиграл, доставляет мяч обратно в голову. Оставьте на всех один мяч. Ну просто положите в сторону, один мяч оставьте на всех. Давай попробуем. Открывайся. Быстрее. Агрессивно, агрессивно. Давай, давай, сминай его. Добивай. Так, стоп, стоп, стоп. Вот теперь смотри, ты выиграл. Ты выиграл, ты не трогаешь мяч. Ты не трогаешь мяч. А, стоп, извини. Ты проиграл. Ты, что есть мочи, бежишь сейчас. Попытаешься. Вот пока вот этот парняга отдаст передачу туда и оттуда передача придет сюда, ты уже хочешь эту передачу контролировать. Ты бежишь, что есть мочи. Баскетболист обязан успевать на вторую передачу. На вторую. Раз, два. А ты уходишь в конец колонны. Тот, кто был первый, пасовал в ту сторону, кто? Дай мяч ему. Кто был первый, пасовал в ту сторону, тот пошел туда. Давай, играем. Смотрим. Агрессивно. Молодец. Стоп. Все, все. Побежал защититься. Эй. Пас. Пас. Стоп. Стоп. Хорошо, хорошо. Мы не хотим сейчас играть один на один. Мы хотим тренерам показать какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание. Вот посмотрите. Пока мяч шел оттуда. Этому надо кричать, чтобы он бежал в защиту. Этот встал и начинает. Что делают? Что дают? Ничего не дают. Потерю. Мы хотим, чтобы ты в момент приема мяча... В какой стойке мы все время в на тренировке сейчас мяч принимали? В этой? Ты готов был в ней? Ну, постой. Ты, периферическое зрение. Алло. Смотрите, ребят. Мы хотим, чтобы этот парня был готов и оценивал, видел ситуацию. И принял свое следующее. Ну, встань шире. Ну, сядь ниже. И свое следующее действие. Мы поощряем следующее действие умное. Если он бежал сюда, в момент твоего приема. Дайте мяч ему. Что будешь делать? Эй. Ну, только что мы делали там. Ну, дай мяч. Смотри, я защитник. В момент этой передачи я пытался ее перехватить. Где дорогой кольцо? Давай, пас. Ну, чего? Вот так, ребята, посмотрите. Это просто катастрофа. Что я хочу здесь? Что не ясно? Мы делали это. Сделай еще раз. Ты провалился. Папас. Быстро. Догоняй. Мы говорим, что это умный парень, потому что он в этой ситуации прочитал ее и среагировал верно. Если бы этот парень здесь сделал паузу и не знал, что ему сделать, как большинство наших детей, любая коррекция следующая не зайдет. Нет решения. Не видит, не понимает, что делает. Игровой вид спорта. Другие приоритеты, другие ценности. Дальше. Здесь при получении мяча, скажем, закрыто. Ни в коем случае я не буду метаться вправо-влево на месте. Я агрессивно атакую этого игрока входом под кольцо. Фронт-дор, бэк-дор, в зависимости от его положения. И тут я его читаю. Если я бегу сюда, и он отстает, я не пробегаю дальше. Я пытаюсь закрепить эту позицию блокаутом. И вот, пожалуйста, открытый период для передачи. Если в момент, когда он меня опережает, я пытаюсь закрепить блокаутом с этой стороны. И вот оно, мое пустое открывание, совершенно свободное. Я уже не говорю про всякие другие моменты, хитрости там, да, и прочее. Сейчас мы берем самый базовый уровень. То есть у тебя два решения. Либо он не успел, мяч проскочил, и ты агрессивно его атакуешь, ну старайся просто не остановиться. Или он успел, да, и ты агрессивно открываешься, но ты не начинаешь метаться на месте. Сядь низко, отдай плотно. Давай, туда перешел один. Туда один перешел, давай быстро. Пас. Блокаут. Отскок. Играй один в один. Забрал, все, мяч отдай туда. Стоп. Ты выиграл. Да, ты проиграл. Уже начинай, пас. Стоп. Кто был первый, когда мяч шел туда? Ну иди туда, а. Уже возвращают мяч, а не следующему. Кто туда отдал? Обыгрывай. Иди туда. Быстрее кто выиграл. Быстро мяч вперед. Быстрее в защиту. Пас. Стоп. Куда ты побежал? Вернись на место. Посмотри, где он был, когда этот был готов посадить. Вернись на место. Оценивай ситуацию. Согни ноги. Приготовься. Вы видите? Вот о чем я говорю. Сколько он будет лет учиться играть в баскет? Пятнадцать. Потом его еще. Я не хочу тебя обидеть, ты классный парень. Но потом еще несколько клубов. Если он до 2-5 дорастет. По молодежкам его потыкают. И скажут. Да, неплохие данные. Ну ладно, извините. Там еще есть более младший. Уже. Базовой школы нету. Он поздно начал. Я ни в коем случае ни в чем не обвиняю. Ни его тренер. Я вижу положение дел, в котором... Я считаю, что на Первой России можно не уметь делать тройной кросс. Но в этих ситуациях нужно ориентироваться. Уровень агрессии игры один на один. Мы, блин, они от нас улетели в космос. У нас вялая какая-то, извини меня, ерунда. Уровень принятия решений. Уровень понимания пространства. Я сейчас не буду делать коррекцию. И через 5 минут они будут вот здесь получать. И они будут по-прежнему забывать, что после передачи надо сюда бежать. Они не могут внутри одного упражнения держать концентрацию на 3-4 моментах. Ну, сделаем скидку на то, что они переживают. И сделаем скидку на то, что новые требования. Но что здесь сложного? Именно уровень восприятия информации этих детей не позволяет им в этой ситуации сейчас быть эффективными. Давайте туда отодвинемся. А сплюньте на это. Сюда быстро. Давай. Эй! Мы везде бегаем. Бегаем везде на лицевую линию быстро. Блин, ну нам надо 4 часа, там 15 минут, чтобы потренироваться. Мы сначала смотрим, потом вот таким шагом начинаем идти, причем не все. Нет, стоп, побежали. Мы бежим. Мы хотим работать. Что сейчас? Такие же две колонны. Давай, давай, давай. Ну, сделайте так. Мне сейчас не нужно полное упражнение. Я хочу просто показать. Иди сюда. Ты с мячом. Два без мяча сюда. Два маленьких. Идите сюда оба. Сейчас будет очень просто. Очень просто. Ты сейчас будешь блокировать его лицом. Лицом. Я хочу, я хочу, чтобы ты был лицом в середину площадки. Чтобы ты видел траекторию полета мяча. Чтобы ты не отвернулся от мяча. Я хочу, чтобы ты сейчас был не человеком, который хочет навредить ему или помешать. Я хочу, чтобы ты помог ему научиться. То есть, я скажу, где нужно быть активным, а где нужно сделать паузу и не выбивать у него мяч. Хорошо? То есть, что нужно? Вот в этом положении. Держать его лицом. Держать его лицом. Ставить тело. Недостаточно одной руки. Он пробьет твою руку. А ставить тело. При этом контролировать мяч. Мяч от счета тебе отдадут через передачу. Выпрыгнуть на мяч. Давай. Давай. Стоп. И видишь, с какой он стороны? И вот отсюда играть с ним один на один на полную катушку. И у тебя есть, ну давай, семь ударов. И ты еще, еще. Ты можешь потерять, но ты не можешь остановиться. Ты можешь сменить ритм, если это потребуется. Но ты должен быть максимально агрессивен. Время ограничено. Техника жесткая. Все в контакте. Подобрал? Принт. Следующая зашла пара. Эй. Следующая пара зашла сюда. Один с мячом. Вы в тройке работаете. Один с мячом. Два без мяча. Ну что, тебе сейчас бегать за мячом? Два без мяча. Давай, пробуем. Блокировка. Блокировка. Давай. Борись за позицию. Стоп. Стоп. Смотрите, что произошло. Стой. Видите, с какой стороны защитник. Что должен сейчас делать? Какое задание? Максимально агрессивно идти в ту сторону. Быстрее. Вот смотрите. Ситуация один на один. Мы сейчас оцениваем просто обычную вещь. С какой стороны находится защитник. И пытаемся ребенка заставить в момент прыжка сориентироваться. И максимально агрессивно по прямой двигаться в противоположную сторону. А здесь просим его не останавливаться. Скажем, что любая его потеря при попытке сделать скоростную атаку с дриблинга. Ну, это ошибка тренера. И тренер допускает эти ошибки в данном упражнении. Но если он остановится, тренер будет недоволен. Потому что задание он не слышит и концентрацию не держит. Простая вещь, простая вещь. Дальше. Идите сюда. Берем ситуацию два на два. Ну, неважно. Другую организацию упражнения. Просто чтобы концепция и принципы были дальше понятны. Четыре человека мне нужно. Один сюда становится. Быстрее. Парни, блин, да идите нафиг, а? Ну, чего? Один сюда. Один туда. Стоп. Ушли. Один на лицевой. Один сюда. Ушли. Четыре. Не шестнадцать. Четыре. Мяч у него. Мяч у него. Что мы хотим из этой ситуации? Встань шире. Встань шире. Мы хотим сейчас. Первое. Акцент. Успеть на вторую передачу. Вы с ним в одной команде. Ты сейчас отдаешь мяч ему. Стоп. И двигаешься в клоузаут по диагонали к этому игроку. Отнимать мяч у него не надо. Ты даешь мяч дальше. Беги. Пас. Ты даешь мяч дальше. Эй, двигаешься в клоузаут к нему. Никто никого не ждет. Здесь прошу сейчас не мешать броску, но сделать клоузаут. Да, с руки. Ты молодец. Ты сейчас все сделал верно. Быть готовым. Удобно отдать. Постараться забить. Да? Давай заново. Раз, два, три. Пас, пас, пас. Раз, два, три. Бросок. Стоп. Стоп. Класс. Стоп. Замерли. Иди к нему. Стой на месте. Говорю, стоп. Замерли. Говорю, иди к нему. Секунда. Пауза. Стоп. Вот в этой ситуации что произошло? Ребятки сымитировали какой-то кусочек игры. Они сделали два клоузаута. Тренер сказал, что ты обязан успевать на вторую передачу. Значит, и игроки осмысленно это делают. Там я уже не говорю, там клоузаут за середину, там техника выполнения клоузаута. Опускаем все эти детали. Сейчас говорим про суть, про смысл. Дальше. После этого последовала атака. Оба игрока, один даже голосом обозначил, молодец, сделали боксаут. Не пустили на щит. Только, значит, он не пошел. А ты вместо того, чтобы идти к нему, повернулся и побежал к кольцу. Если бы мяч отскочил ладошки туда, мяч бы был его, у него была вторая попытка. Это очень плохо. Я хочу, чтобы ты сейчас гарантированно... Стоп. На 100% гарантированно. Пойдет он или не пойдет, это его проблемы. Ты защитник, ты гарантированно хочешь не дать им набрать очки второго шанса. Не лишить их возможности второй попытки. Вот ты забрал. Давай, где ты был? Видите? Стоп. Вот мы теперь имеем всего два человека в нападении. Парня, который подобрал мяч и парняку, который в этой ситуации здесь был в защите. Я хочу, чтобы этот парень, видя, что он подобрал, моментально предложил себя под мяч, подстроился под первую передачу. В данном случае только один вариант. Он находится на слабой стороне, ему надо делать керл, прорезание, таким образом, чтобы иметь возможность эту передачу обработать. Секунду. Если бы в этот момент ты блокировал здесь игрока, нет, ты бы отвалился на сильную сторону. Помнишь первое задание? Почему? Потому что отваливаться туда, это длинная передача, она неудобная. Сильная сторона – отскок, слабая сторона – вход. Даже на сильной стороне после отскока что еще есть? Что киваешь? Вход, вход, да. Мы это разбирали, это тоже несложно. И вот смотри, все происходит до, не когда ты приземлился, потом настроил свои окуляры, начал вышагивать и смотреть, и вот так вот здесь вот стоять. А когда ты еще приземлился, ты видишь, насколько возможно и удобно с ним связаться. Если это не происходит сразу, смотри, сейчас в ситуации 2 на 2 здесь нет никого. Вот где он был? Здесь. Откуда он предложил себя? Где свободно? Нужно идти. Нужно агрессивно идти. И смотрите, смотрите, здесь наша атака захлебывается, потому что он начинает метаться, открываться или отскакивать сюда, к лицевой линии. Стой, вернись. Или сразу бежать туда. И теперь мы отбросили мяч назад, стоп, якобы нашему техничному игроку. И 28 метров все вместе, затылком к мячу, почесали туда. Нам это не нужно. Тай мяч. Мы хотим, чтобы края спринтовали по боковым. Мы хотим, чтобы первый, потенциальный первый, я не привязываю к МПЛА, я говорю, игрок первой передачи. Мы отрабатываем коммуникацию между большим им. И мы хотим, чтобы большой видел свободное пространство. И если эта связь невозможна, стой, тащил мяч вперед, беги за Шиворот. И вот она уже возможна. То есть изменился угол для передачи. Наш большой игрок чувствует себя уверенней. Ему разрешено ввести. Но в нужной ситуации. Он принимает решение. Он не зажатый. Он не боится. Он должен уметь это делать. С этого нужно начинать. И так дальше. Это все можно развивать до бесконечности. Я понимаю, что время уже, скажем так, подходит к концу. Я бы хотел несколько перескочить, потому что материал очень объемный. Я бы хотел дать еще пару упражнений, таких 2 на 2, чуть более сложных, с акцентами, чтобы было понятно, к чему это все должно в итоге прийти. Давайте так сейчас поступим. Два человека останется здесь? Два. Раз, два. Хорошо. Эй. Прием. Видите? Нет, ребят, посмотрите. Я не просто так постоянно этому обращаю внимание. Он показывает упражнение. Я понимаю, что он ребенок, и он уже здесь там третий час сидит, и у него уже глаза на его плесли от этой всей ереси, которую мы тут несем. Но, тем не менее. И я показал ему Э, и он подумал, что надо сделать так. Ну, это клиника. Я в таком случае говорю, уважаемый, ты сегодня, твоя концентрация может заслуживать сегодня только, чтобы ты наблюдал тренировку из-за боковой линии. Ты не можешь вот такой своей рассеянностью мешать нам работать. Ты мешаешь всем. Хочешь с нами работать? Мы не против, мы не ругаем тебя. Иди заходи. Но здесь ты должен быть другим. Когда они совсем вот такие липуты, да? Ну, блин, будьте более вариативны в своих... Надо проводить какие-то цепочки. Вот пофигу. Волшебная линия. Зашел на площадку, малыш. Блин, здесь другая жизнь, здесь надо по-другому стараться. Это отложится лучше, чем ты скажешь какую-то там дежурную фразу, еще посыпешь ее термин, терминологией, да, и покажешься красивым тренером умным. Нет, это нужно объяснять им на понятном языке и требовать на том уровне, чтобы не бояться отступать назад, даже внутри там спланированной тренировки или внутри своего цикла. Если материал не заходит вот так, ну, надо совсем там снижать эти требования максимально и потихоньку продвигаться. Зато потом, там, через какое-то время, эта ситуация будет обыденная, мы вообще к ней не будем возвращаться. Мы не будем иметь в Ю-16 проблемы, когда к нам приезжают офигенные пацаны с классным телом, даже, блин, имея статистику там на первенстве России хорошую. И, возможно, неплохо выглядя вот в этих играх внутренних наших, которые, как бы, ну, честно говоря, качество их хотелось бы повысить. Этот парень приходит, и начинаются какие-то простые упражнения, где нужно сделать ротацию, там, ну, вот этот материал, который вчера Олег Актипетров показывал, и все, планка падает. Она падает не потому, что он этого не знает или умеет, она падает потому, что это должно быть с молоком матери вот в этих всех упражнениях, когда мы формируем их технический навык и переходим от статики к динамике, когда у нас в упражнении появляется второй игрок, и мы делаем два на ноль что-то. Все, уже сейчас есть коммуникация, уже сейчас должен быть разговор, уже сейчас мы должны совсем по-другому воспринимать информацию, мы уже взрослеем. И теперь смотрите, какая история. Ваша компания вся за центральную линию, и вы вон туда, за боковую в центр. Вы, мяч мне, ребятки, туда. Там на пару, у каждой пары один мяч, у каждой пары один мяч. Смотрите, сколько им нужно времени, чтобы мячи взять. Так, очень красиво бежишь. Хорошо, ладно. Вот так, а потом скажи, что ты от меня хочешь вообще, какие шаги, о чем ты говоришь, что там три минуты назад было? Я? Не, не слышал. Включите мне мой, там, я не знаю, телефон или еще что-то. Вот это вот сейчас основное. Что хочу? Чтобы вы нападали на них, вы в центральный круг. Вы в центральный круг. Встаньте, встаньте, встаньте. Пожалуйста, вот этот столб уберите из центра зала. Мячи у них. Защитники оба находятся в центральном круге. Оба в центральном круге. Один из парней, и не важно кто это, это может быть большой игрок, маленький, это могут быть они равнозначные. Мы хотим, чтобы все в этих ситуациях умели двигаться. Вот какая-то была здесь ситуация, они должны переходить туда. И ты двигаешься между этим парнем на мяч, сюда, между защитником и мячом. Дай мяч ему. А ты двигаешься по слабой стороне за шиворот. Стоп. И мы хотим, чтобы ты, умея водить мяч, мы же с тобой учились, да? Плотно, быстро, на скорости, понимая, видя, не-не, шире, 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 шире. Ты тащил мяч, вот этот защитник сейчас так же будет, вот как в предыдущем упражнении, под тебя здесь подстраиваться. Это твой защитник. Стоп. А вы, вы, ты второй нападающий сейчас, бежал по слабой стороне, по противоположной от него. Тормозись вот здесь пока, чуть-чуть шире, шире. И ты, подбегая сюда, видел, что делают они. Если вдруг этот игрок без промедления, прямо на скорости, ну слабый защитник, предположим, да, не очень подготовленный или оступился, и он двигается дальше под кольцо, шагом, 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 ты притормаживай, ты притормаживай, ты шагом, стоп. Да, то этот парняга, скорее всего, пойдет страховать, а ты должен открыть угол для передачи. Если ты не сделал эту ротацию, ну, значит, ты плохо ориентируешься на площадке. Мы хотим в этом упражнении именно того, чтобы ты в этой позиции понял его следующее действие. Не просто куда-то бежал, а видел, получал информацию и принимал решение. Второе, что мы хотим, селекция броска, селекция следующего действия. Вот про два шага я вам говорил, иди сюда. Чаще всего, вот этот всего прошел, на него тут летит второй, отсюда тут еще там один там помогает, и вот он на два шага, или да, стоп, 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 или где-то там непонятно, как остановившись, выпрямив ноги, отсюда уже пытается совершить атаку. А потом обращается к суде и говорит, Реф, фол, ты чего? А в этот момент нам уже забивают. Так не должно быть. Мы их, мы требуем. Эй, друг, уйди. Ты должен понимать. Ты должен видеть. Один на один. Это до конца. Эй, иди сюда. Один на двоих, иди выходи. Это передача. И за это респект, за это тебе уважение. За то, что ты принял правильное решение, обыграл своего, стянул защиту, и вывел партнеров в хорошем пространстве, хорошей точной передачей на свободный бросок. Вот когда команда какой-нибудь там Греции, там не знаю, пофигу, Турции, делает так, их скамейка встает. У нас встают, или когда данг, или когда красиво. Ну, они так думают. Понимаете, о чем речь? Другие ценности. Так мало того, здесь еще один стоит, и он тоже готов. И дальше будет пас, и будет экстра пас. Будет так. И будет опять браво. Он будет свободно бросать, или просто вскрывать в середину, идти туда. Они на каждое действие агрессивное своего партнера, все реагируют в правильном пространстве. Это уровень культуры, понимания игры, базовых навыков. Это важно. Далее. Тормозни. Иди назад. Мяч. Стой. Ну, опять же, ребят, море информации. Конечно, этот должен формировать треугольник. Конечно, этот должен правильно здесь бежать, подстраиваться, закрывать середину. Мы все это знаем. И мы, конечно, будем в этом упражнении тоже какие-то хотя бы простые вещи требовать. Но сейчас у нас одно главное. Мы хотим, чтобы он играл один на один максимально агрессивно. И если он один, он искал атаку. Если он обыграл, он искал передачу. Дальше. Ну, сделай. Давай, получится, не получится. Давай, защита. Давай, давай, давай. Чего ты? Стоп. Стоп. Вот смотри, пауза. У вас не получилось. У вас не получилось. Вы проиграли. Вы выиграли. Эй, следующее, кто был? Центр. Центр. Как только отдали, сразу в центр. Кто выиграл? Спринт. Один на мяч, второй на слабую сторону. Быстрее. Быстрее. Мяч. И в конец. Стоп. Сходу. Сходу. Вскрывай его. Давай. Честно говоря, чуть-чуть нас держал уровень подготовленности этих мальчишек. Есть методические материалы, которые мы потихонечку внутри своей школы пытаемся сделать, какой-то системный подход, какую-то программу внутри школы пытаемся сделать. Мы, безусловно, их будем там выкладывать на нашем сайте. С видео. Будет информация. Кто информацию ищет, тот ее найдет. Если есть какие-то вопросы, чтобы не ломать весь график, я готов на них дополнительно отдельно ответить. Ну или, может быть, сейчас кто-то хочет что-то спросить. Суть занятия моего, суть идеи понятна, что мы хотим повысить уровень агрессии, мы хотим детализировать действия, мы хотим улучшить концентрацию, мы хотим временное и пространственное мышление детям привить с детства. Это никто нам не мешает планировать тренировку так или иначе. Куда мы ее повернем, туда она и пойдет. Но требовать, требовать и еще раз требовать. И требовать этого потом в игре. И вы поймете то, что после, при хорошем разбегании, при том, что игроки имеют коммуникацию, видят друг друга, у них есть акцент на движении мяча вперед, они прибегают в правильное пространство. Большинство ваших атак, они уже будут на этой фазе острыми. Уже будут варианты, там, первым трейлером играть или переводить мяч с края на край, это более взрослые. Но это все придет отсюда, из первого треугольника, из сильной и слабой стороны, из коридоров, из правильных действий в этих коридорах. А потом, 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 все эти команды играют кусочек раннего нападения и односложные схемы. Вот на этом я закончу. Односложные схемы. Это не схема с пятью заслонами, где первые три просто выкидываются, потому что, когда мы их учим, мы эти опции пробегаем. Где есть быстрый переход передовой части, мы крадем там секунду, даже после забитого, после штрафного наше кольцо, у нас есть везде эта история. Мы крадем вторую секунду, проходя эту часть площадки, организованно быстро и понимая, что друг от друга ожидать. И дальше мы принимаем решение, идти нам или тормознуть. Когда мы тормознули, у нас остается 16-17 секунд. Это с учетом первого трейлера. Для того, чтобы иметь пик-н-ролл, например. Не говорю про маленьких, я просто говорю в общем. Драг, пик-н-ролл, да, сходу. Иметь какой-то скрин-уэй, там заслон от мяча, там флэт, да флэр заслон, все что угодно, ребята. Но это должно быть одно действие, оно должно быть агрессивное. Если у меня игрок выходит из-под заслона, я буду акцентировать внимание на угле постановки, на высоте постановки, на том, чтобы он читал защитника, и после этого выхода из-под заслона действовал максимально агрессивно. Если он вышел из-под заслона, мы выводим парня, а он потом делает паузу, не оценивает ситуацию, не дает нам остроты, мы просто больше не будем вводить этого парня из-под заслона, мы поставим туда того, кто способен это делать. А это все, знаете, как работа мусорная. Когда ты метаешься от одного к другому, бессистемно, вроде пытаешься сделать свои тренировки красивыми и, может быть, даже где-то эпизодами информативными, но в целом ждешь прогресса и не знаешь, откуда он придет. Прогресс придет от системной работы, прогресс придет от требований, прогресс придет от коммуникации с детьми и от вашего авторитета перед ними. Я закончил. Спасибо, мальчишки. Давайте. Спасибо. Москва-ЦСК кричать не будем. Спасибо, мальчишки.